Привет! Вы смотрите канал People Life. Меня зовут Алексей Курбан. Благодарю вас за то, что вы с нами. Если вам попалось это видео случайно, подпишитесь на наш канал. У нас каждый день новые и свежие выпуски. Сейчас со мной на скайп-связи практик Оракула Шриматрика. Честный гость на нашем канале, уважаемый мастер, человек, у которого особенный взгляд на тонкие материи развития ситуации и всего в мире. Мария Ланг. Мария, здравствуйте. Намасте. Приветствую вас. Рад видеть. Сегодняшняя наша тема очень необычная. Такого мы еще не обсуждали на нашем канале. Сегодня мы, друзья, будем слушать с вами расклад Марии на тему судьбы города Москва. Но вот если так посмотреть, кажется, что там рассказать о городе. На самом деле тем очень много, очень много волнующих и интересных плоскостей, в которых хочется рассмотреть все это. Мы хотим сегодня в этом видео обсудить, сбудутся ли пророчества старцев по поводу Москвы, как долго будет мэром Собянин, что даст лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который вот-вот на днях уже, на момент выхода этого видео, встретился, наверное, с Путиным. Дата записи нашего видео – 11 сентября. Поговорим про духовность в Москве, судьбу города Паракош-Трематрика и так далее. Начнем с самого первого вопроса. Что будет с главными достопримечательностями и стратегическими объектами в Москве, столице России, как у государства, которое воюет с Украиной? Расскажите, с чего, зачем нам пристально нужно наблюдать в ближайшее время? Дорогие друзья, тема, конечно же, такая злободневная сегодня, и она волнует многих людей, даже те, которые с Москвой не связаны. Все ждут, какое же будет возмездие, будет же, наконец-то, реализация какой-то кармы в ответ на все, что сотворили люди, руководители этой страны, и которые все кучкуются и в основном заседают в этом городе. Ну что же, сегодня я вам расскажу много интересного. И прежде чем начать, я бы хотела начать с эпиграфа. И вы знаете, я так ходила и думала, после всего, что я увидела, что мне показал оракул, мне было немножко, так сказать, плоховатенько. И я думала, что же людям сказать такого в начале. Ну, вы, наверное, все знаете песню Юрия Шевчака «Последняя осень». Вот она мне прямо зазвучала в голове, да, «Последним костром догадает эпоха», ну и там далее по тексту. То есть, на самом деле, перспективы у этого города были большие. И, как говорится, так хорошо все начиналось, так было все замечательно, и такие были возможности и у людей, и у развития этого города, и у развития, скажем так, даже с духовной стороны этой территории. Но все разворачивается диаметрально противоположно и закручивается спираль в обратном направлении. То есть, не дав до конца разбиться так, как об этом мечталось, этот город, как сказать, заходит в другую такую, знаете, состояние, когда на него надвигается такое торнадо из событий, из скоростей, которые все в этом городе перемелят. И людей, и какие-то материальные ценности, и вообще весь статус этого города, власть этого города. И кто же запустил этот торнадо? Вы знаете, каждая страна, она учится, наверное, должна учиться на ошибках своей истории, то есть на ошибках своих руководителей, на ошибках, опять-таки, действий людей из народа. Ну вот вы можете с трех раз догадаться, кто запустил эти все процессы. Запустила эти процессы, понятно, та система и те люди, для которых, в принципе, вот всё, что любят москвичи, всё, что ценно для людей, всё, что делалось там с любовью, а для них это никакой ценности не представляет. Они очень легко распоряжаются материальными, скажем так, ценностями других людей, они легко распоряжаются жизнями других людей. И ради достижения своих вот одержимых целей, они, в принципе, готовы пожертвовать всем, ну, я вам скажу честно, даже Москвой. И вот как будут развиваться эти события, и что ждёт людей, которые там находятся, и что ждёт вообще эту страну в дальнейшем, сегодня вы это всё узнаете, поскольку Аракул Шриматрика — это индийский Аракул, который сложно обмануть, и, может быть, даже я до конца не постигнув всей глубины тайны, могу даже каких-то нюансов не заметить. Но всё, что я увидела, я, конечно же, попытаюсь вам передать. Итак, у явлений, которые будут развиваться в городе Москва, есть, я вычленила четыре причины. Первая причина всех неприятностей — это война с Украиной. Вторая причина — это внутренний переворот, то есть переворот власти в Москве. Третья причина — это природные катаклизмы, которые тоже подключатся, и будет много неприятностей, связанных с природой в Москве. И четвёртая причина — не нападут ли ещё какие-то государства, то есть не замешана будет ли агрессия других государств, как говорят, неожиданно, в сторону России, в сторону Москвы. И что вам сказать? Всё, что я вам сейчас расскажу, как раз все эти четыре причины, они задействованы. Нет ни одной причины, которая бы не сыграла свою роль. Благополучный период взаимоотношений с другими дружественными государствами и даже недружественными — Россия уже прошла. Это у неё позади. Начинается новый этап, в котором Россия столкнётся с большим количеством врагов. И потом это всё закончится тем, что, знаете, как у людей бывает короткая память. Вот их кто-то обидел. Вот есть такой тип людей, которые не мстительные, которые не злопамятные. Вот их кто-то обидел, потоптался у них на голове, что-то у них отобрал. И российский народ, он вообще привык так жить. Их постоянно угнетают, но тем не менее они своих угнетателей боготворят. То есть есть, я даже не знаю всех этих слов, как лебезят, преклоняются перед теми угнетателями, которые с ними поступают жестоко. И вот эта черта русских людей, она очень хорошо проявится в ближайшие десятилетия, потому что будут страны, которые обойдутся с Россией очень жестоко. Но тем не менее Россия очень быстро потеряет память этого. Люди, несмотря на всё, что произойдёт, у них нет, знаете, как внутреннего стержня. Вот, например, Украина, она много лет внутри себя созревала это движение против угнетения с Российской империи, ещё начиная и далее. А вот у россиян этого нет, понимаете. Вот они, в принципе, у них есть понимание, что нужно покориться чужой силе. И вот кто сильнее придёт, тот, наверное, и лучше, тот, наверное, и круче. Вот, поэтому я хочу сказать, что Россия, да, столкнётся с тем, что, может быть, даже не одна из стран, достаточно сильных, очень агрессивно по отношению к ней будут и очень нехорошо с ней обойдутся. То есть период мира и покоя закончен. И действительно, это последняя осень благополучная. Мы больше не увидим парадов на Красной площади. На Красной площади, можно сказать, будет парад уже, ну, когда будет полная смена власти, когда, в общем, но это всё будет не скоро. То есть вот эта вот эпоха, она уже закончена, и двери открылись совершенно в новый поток. Далее, будут ли природные катаклизмы в Москве? Да, они будут. И вы знаете, эти природные катаклизмы будут вызваны тем, что они будут очищать то, что натворили люди. А что натворят люди, я об этом сейчас вам расскажу. То есть природные катаклизмы, такие как вода, ветер, они будут возбуждены для того, чтобы очистить пространство после дел, сотворённых людьми. И, естественно, сейчас нагнетается очень внутреннее недовольство. То есть растёт внутреннее недовольство в разных эшелонах, скажем так, и власти российской, и в разных прослойках общества, всем, что сейчас происходит. И оттуда пойдёт тоже огонь. То есть революция в России будет. Ну а что касается Украины, Украины огромный потенциал для того, чтобы поражать и поразить все стратегически важные объекты города Москвы. И Украина методично, скажем, шаг за шагом, день за днём, будет к этому идти и будет это всё осуществлять. То есть на этом спокойная жизнь этого красивого большого города, столицы России, можно сказать, уже закончена навсегда. По крайней мере, вы знаете, на большой отрезок времени. И вот сейчас я немножко отвлекусь, просто расскажу эпизоды своей жизни. Я уехала из Украины в, ну можно сказать, в конце 2014 года. То есть я уже приняла решение, когда я увидела, что случилась военная агрессия, что аннексировали часть украинской территории. И я очень печальным взглядом посмотрела на ту власть, которая была на тот момент в Украине. И ничего хорошего я там не увидела. И я тогда не обладала знаниями, никакого оракула, но у меня была очень глубокая внутренняя интуиция. И я поняла, что уже спокойной и счастливой жизни в стране не будет. И я интуитивно поняла, что эта война, которая началась, и вот эта оккупация российская, которая для меня была просто невыносима, и тем более я из города Одессы, и всё время муссировалась на тот момент, там это Одесская народная республика и так далее. В общем, я поняла, что я ни при каких условиях не хочу ничего проснуться с тем, чтобы там российские солдаты ходили по моему городу, и я стала заложницей этого. Поэтому я приняла решение сразу же уехать. И вот смотрите, прошло уже 9 лет, как я живу во Франции. Оглядываясь назад, война закончилась, нет, война не закончилась. То есть ошиблась я интуитивно? Нет, я не ошиблась в том, что я понимала, что это будет очень долго. Я не ошиблась в диагнозе той власти, которая была. На тот момент был, как бы сказать, президент Порошенко. Далее. Что ещё? Война, экскалация её продолжается. То есть мы пока что ещё в ближайшем будущем не видим. То есть если речь идёт посмотреть на год вперёд, то есть мы все живём надеждами, ожиданиями, но мы не видим пока что серьёзных таких, как бы сказать, серьёзных признаков того, что эта война действительно, что политики хотят её завершить. Пока что все говорят о том, что те говорят, мы не уступим, а те говорят, мы не отдадим, а мы будем воевать до последнего, а те говорят, и мы будем воевать до последнего. И пока что, в общем, в ближайшее время непонятно, пойдут ли какие-то дипломатические шаги или будет ли перелом на фронте, которого мы ждём, и он не происходит только потому, что в Украине очень большая коррупция, и Запад не даёт в достаточном количестве оружия только по этой причине. То есть поэтому для чего я это всё говорю? Люди, которые находятся в России и в Москве, если вам противен этот режим, если вы прекрасно понимаете, что всё, что началось, оно не закончится завтра, и той жизни, которая у вас была спокойной и благополучной, с бизнесами вашими, её уже не будет. Ну, вы должны понимать, что или вы остаётесь заложниками, или вы покидаете эту страну. Иначе просто, ну, потом вы будете жалеть о том, что вы этого не сделали раньше. Вот. А границы российские будут, как и сейчас, в принципе, уже выехать очень сложно. Вот. А потом будет выехать не только сложно мужчинам, но и женщинам. Вот. Так что это такая предыстория к тому, что будет происходить. И сейчас я перехожу к тому, что показал мне оракул события, какие свершатся на главных точках Москвы. И первая главная точка — это у нас Красная площадь. Что будет происходить на Красной площади? Красная площадь будет гореть, отчего люди получат очень-очень горькое разочарование. То есть, смотрите, Красная площадь может гореть по этим четырём причинам, которые я назвала. Это может быть не только атака украинских дронов или ракет. Это могут быть и те ещё остальные причины, но в первую очередь, конечно, внутренний переворот, то есть внутренняя революция. И, в общем, я не думаю, что тут пойдёт речь о нападении каких-то других стран прямо на Красную площадь, но этого тоже нельзя исключать, потому что расклад показал, что это всё тоже будет. Поэтому, смотрите, это произойдёт. Люди испытают очень горькое разочарование в том, что случилось. И Красная площадь будет полностью закрыта, она будет полностью перекрыта, поделена на какие-то сектора. Может быть, какой-то маленький кусочек там останется, к которому люди могут подойти. А такое ощущение, что её градят колючей проволокой и каким-то забором, чтобы даже люди не видели, что туда прилетело и что там произошло. То есть это будут пытаться всячески скрыть. И именно по этой причине станет невозможным проведение общественных мероприятий на Красной площади. Далее. Что будет с мавзолеем? Сохранится ли мавзолей? И когда же похоронят этого коммунистического лидера? Произойдёт ли это? Ну что же я могу сказать? Мавзолей тоже сгорит, он будет взорван. Вот как раз на мавзолей выпадает катастрофа, взрыв, внезапная вспышка, пожар. И вы знаете, это будет так театрально сделано. Помните, как во Франции горел Нотр-Дам? Так. И это транслировали, прямая трансляция была по всем мировым СМИ, и все люди приникли к телевизору и наблюдали вообще, как в прямом эфире горел Нотр-Дам-де-Пари. Вот то же самое будет с мавзолеем. То есть мавзолей будет в прямом эфире полыхать, и весь мир будет это наблюдать, и большинство людей будет рукоплескать этому событию. Вообще, эта вся территория Кремля, как показал расклад, это проклятое место. И проклятое не сейчас, не вследствие войны с Украиной, а проклятое еще веками-веками назад. Копаться в истории, выяснять, какие произошли там мистические события, ну, я думаю, что оно проклято, в первую очередь, в силу тех казней, которые там осуществлялись. Мы знаем, что на территории Кремля было публично и непублично убито и замучено большое количество людей, и людей непростых, людей в большинстве своем очень достойных. Вот. И я могу сказать, что вообще само это место, оно идеально подходит для совершения всяких черных магических ритуалов. Вот для того, чтобы сделать самый такой ужасный там ритуал, там, на смерть, на проклятие, некромантию, не надо ходить на кладбище. Идите, зайдите в Кремль или хотя бы подойдите к кремлевской стене. Там тоже своеобразное кладбище, там похоронено много очень людей. То есть это самое энергетически, скажем так, негативное место. Вот бывают места, говорят, благодатные, места силы, это вот реально гиблое место. И оно таким стало очень давно. И можно сказать, что даже вот то, что там еще этот мавзолей, то есть это гиблое место, оно плодит вот этих зомби. Вы знаете, есть такая богиня индийская, Кали Чамунда ее называют. И эта богиня, она покровительница мира страхов и ужаса, террора, отжима, как бы сказать, всего через страх. И эта богиня, она выглядит такой страшной женщиной с содранной кожей. И едет эта богиня на трупе зомби и дудит в человеческие кости. И ее свита — это как раз вот такие, как зомби, бурдалаки, всякие духи кладбищенские. Вот я могу сказать, что вот такой энергетикой обладает территория Кремля. Я не знаю, как людям там вообще находиться. Кто-то там ходит на работу, кто-то там посещает музеи. Вот просто интересно, напишите в комментарии под этим видео, чувствовали ли они там эту энергетику. Хочу сказать, что вызывает эта энергетика? Эта энергетика вызывает страх, ужас, оцепенение абсолютно необъяснимое. То есть человек вдруг раз увидел какую-то тень и его сковал ужас. То есть жуткий страх, леденящий, который просто парализует. И вот таких, скажем так, вот эта вот территория, она вся вот этим фонит. Ужасным страхом, кошмарами. То есть там ночевать лучше не надо. Это всё равно, что вот пойти ночевать на кладбище неподготовленному человеку. Вот такая там прекрасная территория в центре Москвы. И туда же приводят детей, чтобы они там поклонялись этому, скажем, как это сказать, ну, идолу, да, или то, что они создали. То есть туда приводят детей, там что-то им рассказывают, показывают. И там действительно на территории Кремля очень легко подцепить вот этих всех духов неупокоенных, там, пешачьи и так далее, которые просто сидят и ждут. То есть так можно сходить на прогулочку в Кремль и стать, не дай бог, там одержимым чем-то. Вот. Так что люди, которые после похода в Кремль или Мавзолей что-то подобное испытали, обязательно напишите в комментариях, потому что это интересно и важно мне, насколько точна диагностика. Скажу сразу, я там не была. Я не была внутри, на территории Кремля, никогда, никогда не посещала Мавзолей, поэтому это не мои личные впечатления, и мне как раз очень интересно ваша обратная связь. Следующее интересное место это собор Василия Блаженного, который там же недалеко находится. Пострадает ли он вследствие всех этих событий? И вы знаете, он пострадает. Он пострадает, но собор будет восстановлен быстрее всего. То есть Мавзолей, понятно, уже никто не восстановит. То, что будет разрушено в Кремле, тоже будет восстанавливаться не быстро, а вот быстрее всего восстановится собор Василия Блаженного. Что касается ещё одного места, место, откуда транслируется вся российская пропаганда, это Останкинская башня. Случится ли с ней что-то? Прилетит ли туда-куда какой-то дрон? Что я могу сказать? Такое впечатление, как показывает расклад, он не показывает разрушение этой башни, но он показывает другое, что эта башня перестанет вещать, как будто бы её кто-то отключит без всяких разрушений, как будто бы эту антенну отключит от питания. Передатчик, да? Да, передатчик. Я не знаю, как там это всё происходит. То есть она как будто бы замрёт и погрузится в такой ступор и прекратит своё вещание. Вы, москвичи, увидите и этот интересный день. Значит, смотрите ещё, как интересно. Я когда готовила этот расклад, я взяла, думаю, в интернете надо посмотреть достопримечательности Москвы, чтобы ничего важного не пропустить, чтобы всё посмотреть. Слушайте, там на пять страниц одних только храмов и монастырей. Как будто бы других достопримечательностей в Москве, в принципе, нет. Но храмы и монастыри — это чудесно. Но в любой столице мира, даже вот Париж, возьми, или Страсбург, там тоже очень много храмов, но они не занимают главные достопримечательности. То есть есть вещи тоже не менее важные, даже, может быть, и более важные. И вот сразу видно, что религиозности и поддержание вот этого религиозного чувства, сооружение культовых всех этих мест, строительство новых храмов, реставрации, открытие всё новых и новых монастырей — прям вот это какая-то как навязчивая идея. То есть они там просто в огромном количестве. Но тогда у меня вопрос, а повлияло ли это как-то на общую духовность? То есть подвигло ли это людей действительно к настоящей духовной жизни? Что для меня настоящая духовная жизнь? Это независимо от религии или во что человек одевается и какие он нормы соблюдает. Это просто зависит от того, насколько человек осознан. То есть при этом количестве духовных точек, храмов, насколько осознанность существует у людей. Осознанность, когда человек может распоряжаться сам своей свободой, когда он сам отвечает за свои поступки, когда он сам делает выборы, что ему делать. Потому что неосознанное поведение — это поведение автоматическое, поведение как бы в стаде. То есть пришёл пастырь и сказал, «Все делаем так» или «делаем вот так». И человек, не размышляя над тем, подходит ему это, хорошо ли ему это, счастлив ли он при этом и все другие последствия этого действия предлагаемого, он не анализирует. Он просто тупо повторяет, что делают все и что ему сказали сверху. Вот, смотрите, когда я открыла полностью расклад на Москву, вы знаете, несмотря на то, что в Москве огромное количество культовых сооружений, и даже если не брать там православие и христианство, боже мой, сколько школ йоги, сколько йогов, сколько аюрведистов в Москве, да и вообще там и буддистов, и индуистов, да кого только не хочешь там. В общем, как бы сказать, духовная жизнь, духовные пати там просто не прекращаются. Туда все ездят там за какими-то семинарами, за каким-то обучением. То есть это считается такая москва-интеллектуальная столица, в том числе и для духовного изучения. Думаю, ну вот интересно же, а вот такое количество там всего, и как это на общую осознанность, даже если убрать православие в сторону. А другие все товарищи, насколько у них осознанность существует. Ну что я скажу, на центр Москвы, вернее, на центр расклада в Москве, центр расклада — это внутреннее ядро как бы личности, что из себя, в общем-то, представляет. Всё перевёрнуто, все фонемы перевёрнуты, и когда я начинаю перепроверять, всё опять перевёрнуто, и перевёрнуто, и перевёрнуто. И вот давайте я вам расскажу. Раз мы уже коснулись сферы духовности, там такая духовность, которая делает людей ненормальными, которая сводит людей с ума, которая делает людей неосознанными, а делает людей неадекватными. То есть людей, как после вот этих, видимо, всех семинаров и йоговских приключений, и тантрической тусовки, им, видимо, приходится подлечиваться потом у психиатров, психологов и глотать антидепрессанты. То есть такая прекрасная духовность, которая приводит человека к нервному срыву, к истерикам, и, скажем так, вот такая чудесная духовность. Ещё что делает эта духовность? Она ослепляет. То есть говорится о том, что очень много сект, где человек полностью не видит, искажено видение у него, у него всё как в тумане. То есть я не исключаю того, что очень многие какие-то «духовные» организации может быть действительно употребляют какие-то воздействия с помощью каких-то веществ, но что-то там люди чем-то опаивают или что-то там нюхают они. Ну, в общем, что-то такое происходит, что у человека помутняется ясность мышления и ясность взора. То есть он где-то был, но он ничего не помнит, смутно помнит, смутно видит. И, как бы сказать, вот на сегодняшний момент такая ситуация с духовностью в Москве. Теперь возникает вопрос, стоит ли там чему-то учиться? Я уже давно сказала о том, что все духовные, духовные, настоящие гуру, которые по причине случайностей своего рождения или там работы оказались на территории этого государства или города с началом агрессии российской в сторону Украины, с началом этой ужасной войны все нормальные гуру, которые действительно гуру, они покинули и эту страну, и этот город. Поэтому все, которые там остались, это остались люди, типа, только стричь бабло. Учтите, что вы, идя туда, на все эти семинары, вы идёте не к духовным лидерам, вы идёте просто к бизнесменам, которые просто решили выбрать себе такой заработок, такое направление бизнеса. И очень мне печально, конечно, за всякие школы оздоровления, которых очень много, и я тоже там раньше очень, как бы сказать, изучала там некоторые дисциплины в некоторых оздоровительных школах, скажем так, онлайн. Но сейчас я вижу, что просто идёт полная деградация, потому что люди не могут высказать то, что они думают. Люди не могут проявиться так, как они хотели бы проявиться. Поэтому, к сожалению, всё, что связано с духовностью, там вообще всё печально. Ну, православие я вообще даже комментировать не хочу. Это спонсор войны. Люди, которые ходят в Украине и в России, в храмы, и московского патриархата, они все спонсоры войны. Потому что патриарх Кирилл, он содержит какие-то подразделения или вплоть до того, что у него есть частная армия. Это всё показывал расклад на патриарха Кирилла. То есть он закупает сам и оружие, и спонсирует военных, и не исключён вариант, что он содержит вообще целую частную армию, которых сейчас мы знаем, что на территории России стало очень много. Далее, пройдёмся дальше. Храм Христа Спасителя. Что будет с этим сооружением? Храм Христа Спасителя будет полностью потерян. Он будет полностью разрушен. И сейчас тоже окончание периода его жизни и его процветания. Этого храма не будет. Далее. Троица Сергиевая Лавра. Что ждёт Троица Сергиевую Лавру? Вот я когда послушала один ролик, в котором была подборка всяких предсказаний, всяких старцев там. Сейчас я вспомню. Ой, я не помню всех именах всех этих старцев. Я точно помню, что там какая-то была Рязанская, Матриона, нет, не Матриона. В общем, это неважно. Я прошу прощения. Я просто очень много информации, не всё могу запомнить. В общем, есть подборка пророчеств старцев и стариц о Москве. И во многих этих пророчествах рассказывают одно и то же, что Москва уйдёт под землю, Москву затопит, Москва исчезнет. И многие старцы говорили москвичам уезжать из Москвы, в деревни. Ну, скажем так, правильно это или нет? Ну, я вам хочу сказать, что отчасти это очень правильно, потому что в Москве действительно со всем, что будет происходить дальше, действительно опасно. И люди, которые окажутся не в очень хороших районах, а на самом деле сейчас это очень хорошие районы, вот те люди могут пострадать и от голода, и от холода, и от всех неприятностей, поскольку там они будут, возможно, изолированы, и инфраструктура там будет разрушена. И, собственно, многие товарищи из Рублёбки окажутся вообще заложниками в своих домах, потому что в настоящий момент эти чинуши, которые должны ездить в Кремль на какие-то совещания и что-то проводить в Кремле, не знаю, где они там собираются, вы знаете, что они сейчас делают? Они это делают онлайн, сидя в своих домах на Рублёвке. Или же, грубо говоря, прям собираются у кого-то в домах решать государственные дела. Они стараются в Кремль не ездить. То есть сейчас, по сути, все решения политические, какие-то государственные, перешли в разряд посиделок, не знаю, в бане, на кухне, в гостиной. То есть решение всех вот этих вопросов уже ушло из места, где они должны происходить, в частные дома. Ну, как вы понимаете, разведка же все отслеживает. Да. Поэтому, конечно же, легче взорвать частный дом на Рублёвке, чем дворец съездов в Кремле. Ну, и меньше, скажем так, нагрузки на дрон надо, и меньше дронов надо. Да, так что... Ну, многие просто там себе построили бункера, ну, как бы у них идет дом, и еще три этажа вниз. Да, они там заседают, может быть, в каких-то тайных комнатах, обсуждая дела. Ну, вы знаете, высоко сижу, далеко гляжу. Разведка... Украина не дремлет, и не дремлет разведка Великобритании. Потому что большую часть сведений для Украины поставляет Великобритания. Поэтому тех, кого надо будет ликвидировать, они будут ликвидированы. То есть Рублёвка будет тоже получать по заслугам. Что случится в Троице-Сергиевой Лавре? Вот тут случится какой-то природный катаклизм. Троице-Сергиевой Лавре будет затоплена. Я уже не помню. Она на берегу реки, не на берегу реки, что там вообще с водоёмами, что там вообще происходит. Но произойдёт какое-то событие, которое приведёт к тому, что Троице-Сергиевой Лавре будет затоплено. И в итоге весь монастырь оттуда переедет. То есть станет невозможным проведение там ни служб, ни проживания, ни семинарий. Там же и семинария, академия, по-моему. То есть всё это будет перенесено в какие-то другие места, потому что из-за этого потопа всё это станет нежилым и невозможным к использованию. Далее очень интересная точка Москвы — это Москва-Сити. И вы знаете, тут разворачиваются нешуточные вообще, вы знаете, это уровень такого триключенческого блокбастера. Что будет твориться в Москве-Сити? Вы себе даже не представляете, под видом украинских дронов там начнут застройщики бороться друг с другом и бомбить дома друг друга. То есть украинские дроны — это одна история, но потом там начнутся взрывы и подрывы, и это будет как будто бы передел территории между самими застройщиками, потому что там какой-то идёт очень сильный конфликт. То есть борьба и в итоге этой внутренней войны на территории Москвы-Сити большая часть Москвы-Сити повредится, и всё придётся отстраивать заново. И может быть даже застройщики, чтобы отмыть деньги, специально это будут делать, чтобы начать новые стройки. То есть смотрите, Москва-Сити, она уже попала под прицел Украины, но кто-то очень хочет эту ситуацию повернуть ещё с пользой для себя, чтобы ещё заработать на этом всём денег. Ведь это же сколько окон надо вставить, это же сколько надо теперь домов отселить и перестроить, если там что-то реально произошло. В общем, Москву-Сити ждёт разрушение и перестройка и отмывание денег. Очень интересная история с метро в Москве, поскольку это действительно очень такой главный стратегический объект. И на случай войны или каких-то неприятностей метро всегда служит укрытием для людей. Будет ли у людей возможность действительно пересиживать что-то в метро, будет ли у них возможность как бы прятаться в метро и насколько это метро исполнит все свои функции. В общем, так, расклад показывает на метро. У метро огромный потенциал. Там действительно это метро как свой отдельный мир, свой отдельный город, то есть обладающий огромным потенциалом вплоть до того, что там наверняка есть какие-то продовольственные склады. То есть если люди там окажутся изолированными, они никогда там не умрут с голоду или от отсутствия воды или еды, поскольку там это все уже очень хорошо налажено. То есть там огромные ресурсы, огромный потенциал спрятан вот где-то в тайных подземных туннелях и коридорах. Станет ли метро спасительным и выполнит ли оно свою функцию? Вот тут интересно, что происходит. Случится какая-то история, когда в метро будет распылен какой-то газ. метро я сейчас не могу сказать, это будет просто авария, может быть, лопнет какой-то газопровод или это будет намеренный запуск газа для того, чтобы там усыпить людей, убить людей. По какой причине это будут делать, я сейчас не вижу. Я вижу, что показывается будущее развитие событий с метро. то есть метро переживет какой-то сильнейший вред в своем воздухе и пространство метро очень долго станет тоже невозможным к использованию, потому что из этих туннелей этот ядовитый газ очень долго тяжело будет вывести обратно. То есть его туда запустят или там случится какая-то авария, там наберется это все. А как ты из этих туннелей как ты их проветришь? Ну, как ты это все вычистишь? То есть будет период, когда метро станет опасным к использованию. То есть люди там будут, ну как, удушающий газ, то есть люди будут вдыхать и умирать. И станет на какой-то период метро непригодным к использованию. И для того, чтобы опять все там восстановить, будут затрачены огромные ресурсы плюс привлечение каких-то иностранцев. иностранцев, которые будут помогать привести в порядок обратно метро Московское. Далее, я посмотрела еще такое место, как Третьяковская галерея, потому что, понятно, это музей, там собраны все жемчужины, коллекции, и, как вы знаете, Россия очень много вывезла из Украины ценностей культурных и так далее. И вот показано на Третьяковскую галерею, что в нее прям рекой стекалось вот это все и наворованное, и подаренное, и отжатое, и вследствие войны затрофеяное. То есть прям рекой все туда это лилось. Может быть, это все находится в запасниках и даже не выставлено людям на обозрение, но возникает очень интересная ситуация, когда Украина дойдет до этапа окончания войны, подписания всех бумаг, и Россия согласится, а она согласится, у нее не будет таких возможностей, чтобы не согласиться, на выплату репараций, в счет репараций будут из Третьяковской галереи Украине, ну, во-первых, отданы ее реликвии, и плюс еще что-то в счет вот этих денег за репарацию Россия будет готова отдать какие-то свои культурные вот эти мировые шедевры, чтобы закрыть эти долги. То есть мы получим даже то, что как бы не принадлежало Украине, но Россия предложит такую сделку, что в счет денег за репарации она будет отдавать еще и это. далее аэропорты посмотрим. Ну, вот эта ситуация, когда люди не могут улететь и нервничают, теряют свои билеты, теряют рейсы, не могут залететь, она будет очень долго. в аэропортах будут взрывы и дойдет до такого, что в принципе ну очень долго рейсы не смогут, то есть все будет остановлено. И тогда российская власть пойдет на какой-то договор, чтобы получить отстрочку, то есть российская власть будет что-то просить, чтобы на какой-то период оставили аэропорт в покое, то есть она за это что-то предложит. То есть тут будет какая-то сделка за то, чтобы на какой-то период дать возможность функционировать аэропортом в Москве. Далее к чему мы переходим. Я бы хотела более подробно рассказать, что показал расклад. И вот эта вот история, то, что я сказала про газ в метро, который может произойти, то есть какое-то отравление от воздуха. Я вам хочу сказать, что оно в принципе просматривается на здоровье в целом всего города. И я вначале не увидела этой связи с историей в метро, а сейчас вот я рассказываю всё это вам, думаю, может быть, это звенья одной цепи. Потому что на сегодняшний момент на здоровье людей показано, что люди страдают от воздуха, от пространства. То есть от дыхательной системы людей нагружена вредными веществами, химией, и само пространство города как будто бы уже отравлено. То есть я говорила, что возможно распыляются какие-то волны. То есть это не запах, это не дыхание, но это какие-то… Вот как люди боятся, например, излучений вышек от сотовой сети. То есть там тоже наставлено какое-то количество каких-то приборов, которые излучают электромагнитное поле, очень вредное для человека. И вот всё пространство уже оно фонит очень плохо для всех жителей Москвы. Поэтому, конечно, я думаю, что люди с удовольствием оттуда вырываются на природу, на дачи. То есть это очень тяжело, потому что эта вибрация вызывает у людей панические атаки, она вызывает у людей депрессию, она постоянное тревожное чувство, она возбуждает нижние чакры, которые ответственны за удовлетворение животных инстинктов. То есть это провоцирует всякие там мысли нехорошие о насилии над кем-то. Поэтому уже это пространство Москвы, оно уже отравлено. И ещё может быть по итогу отравлен и воздух. Что же касается людей, которые проживают в Москве, там до сих пор ещё осталось очень много умных людей. Ну если это люди умные, они поймут, что им нужно делать после этого расклада. Какая же судьба Москвы? Судьба Москвы, что она будет нести на себе ярмо обвинения, ярмо осуждения, ярмо, когда перемывают косточки, когда негативно о ком-то высказываются. То есть такой шлейф негатива, казалось бы, о городе, он будет его преследовать ещё очень-очень долгие годы. И очень много вскроется подтасовок исторических фактов, которые там советская история преподносила как создание Москвы, или там основатели Москвы, или те люди, которые там строили государство, и советская, и современную Россию. То есть очень много будет низложено идолов. То есть очень много будет разочарования, потому что идолы рухнут. Далее, что ещё показывает расклад? Расклад показывает, что всё, что сейчас происходит, это на самом деле карма. Это запустилась карма, вот я не знаю, из астрологов, кто занимается астрологическими картами, посмотрите, нет ли сейчас периода сады-сати над этим городом, потому что тут очень всё такое, знаете, кармическая нагрузка очень большая. И по факту даже природа и предки, они дают добро на исполнение этой кармы для того, чтобы через эти испытания очистилось пространство, чтобы люди изменились, чтобы люди что-то переосознали, чтобы люди через страдания, через боль очистили свою душу и, скажем так, действительно пришли к лучшему состоянию, даже через негатив, который они переживут, чтобы какая-то возможность у них была, переосмыслив всё это, чтобы это их не загнало ниже воды, а чтобы человек через сильнейшие испытания вырос, а не опять стал присмыкаться и кланяться очередному сильному лидеру ту тенденцию, которую мы наблюдаем на протяжении сотен лет, что происходит на территории, скажем так, Российской империи, там, российской земли. Далее, ну, военная мощь у этого города достаточно, на самом деле, большая, там очень много земли под базы, может быть, опять-таки, под вот эти комплексы, которые должны отражать атаки, то есть, на самом деле, как бы воинские части, множественные вот эти армии, вот это всё как бы есть, даже оружие есть, но удивительно, что это всё в один момент станет каким-то неэффективным, то есть, будет власть московская потерпит очень сильную агрессию, то есть, там будет перестановка власти, опять-таки, это может быть как и свержение, как это может быть внутренний конфликт между той группой людей, которые сейчас эту власть осуществляют. Что касается мэра Собянина, его и ранее расклад показывал, что он ещё долго будет находиться у власти, но вот сейчас идут там какие-то перевыборы, и вот с того момента, как он опять вступит в права в очередной раз, в очередной срок своего мэрства, его права достаточно сильно урежут. Объявив это, как бы сказать, или из-за военного положения, или из-за ситуации в стране, его полномочия как мэра уменьшат, его сферу влияния в чём-то отберут, что-то у него отберут, что он считал своим, именно с чего он получал прибыль. То есть тут Собянина очень сильно пощипают, но тем не менее он останется при власти. Что же касается, скажем так, силовиков этого города, насколько их деятельность будет успешной. Ну, во-первых, показано, что там достаточно грамотные, обученные люди, но в какой-то момент их деятельность будет парализована. То есть, знаете, вот как отключат останки свою башню, таким же образом почему-то в один момент они ничего не смогут сделать. То есть будет какой-то паралич их действий и их возможностей. Ну, что могу сказать? Богатства этого города большие очень. И теперь я бы хотела перейти к тюрьмам Москвы. Поскольку тема тюрем, она на протяжении войны с Украиной вообще не сходит с экрана. Когда мы делали самый первый расклад на войну в марте месяце 22-го года с любовью Завальнюк, этот расклад показал, что выйдет огромная сила из тюрьмы. И мы еще тогда с ней сидели, гадали, а кто же там может выйти из тюрьмы. Потому что я по раскладу видела, что это не один человек, это прямо вот группа какая-то выйдет из тюрем и произведет очень огромное влияние на события в стране. Мы тогда даже не могли себе представить, что будет объявлена вот эта принудительная мобилизация из тюрем российских. Вот. Потом помните наш самый первый эфир, тоже он был в 22-м году, когда я рассказала, что на фронте все перевернется, и огромная сила, что будет Жанна Д'Арк, которая повернет все и пойдет на Москву. Что я могу сказать? Я ошиблась только в одном, что это была не женщина. на самом деле, да, но почему-то расклад показывал женщину, хотя сейчас я могу понять, что в принципе так ошибочно оттолковать, потому что богиня Кали это просто огромный ресурс, то есть это не всегда женщина, это еще и тот огромный энергетический ресурс, самый огромный, самый энергетический, который есть из всех. Вот. Но я вам хочу сказать, что пусть первая попытка она осуществилась, и пусть она была не до конца доведена, и пусть она была неудачной в какой-то степени, но тем не менее опять-таки расклады показывают, что это не последняя попытка. И все опять вот эти люди, вышедшие из тюрем, они еще себя очень сильно проявят. Что касается вообще основных тюрем, это так, я посмотрела Матросскую тишину, в которой был Навальный, Лефортова, в котором сейчас сидит Стрелков, и Фургал, мэр Хабаровска, которого посадили на 22 года, и Бутырка. Вот эти три тюрьмы, главные, так скажем, прославленные и большие, я посмотрела. Ой, что я могу сказать, из Матросской тишины таки да, выйдут люди, выйдут скоро оттуда очень ключевые персоны из этой тюрьмы. Из Лефортова не выйдет никто. Все известные товарищи, которые там сейчас сидят, они уже там будут сидеть и гнить очень долго. То есть не выйдет Стрелков, не выйдет Фургал. То есть им придется сидеть до тех пор, пока вообще действительно окончательно все в стране не изменится и про них не вспомнят и не решат кого-то, может быть, амнистировать. Но это дело, то есть лет 10 они там сидеть будут, это точно. бутырка. А вот в бутырке скоро бутырку скоро ждет амнистия. То есть если из матросской тишины кто-то выйдет в силу или удачной работы адвоката, или удачной сделки, или потому что уже срок закончился, то из бутырки выйдут люди по амнистии и их будет достаточно много. То есть по какой-то статье может быть амнистируют и они как бы получат прощение и выйдут. Вот. Такие истории ждут тюрьмы. Что же касается лидера Северной Кореи, который сейчас направляется на своем бронепоезде мчиться к Путину, которого нет. Путин, которого нет. Значит, мчится он о том, чтобы договориться о возврате долгов. Дело в том, что происходили какие-то события, какая-то история, что советское, может быть, еще государство в советскую эпоху очень сильно помогало этой Северной Корее. И у Северной Кореи остались какие-то должки. И вот сейчас Северная Корея будет эти долги отдавать. Видимо, СССР могло Северной Кореи давать или как ее поддерживать, но в данный момент идет взаимодействие на основании того, что напомнили, что есть как бы невозвращенные долги и будет это все обсуждаться. пока что это все не выйдет за рамки переговоров. И пока что я не вижу реальных действий. То есть пока еще это может переговариваться, обсуждаться на самом деле достаточно долго. Не быстро они придут к согласию, потому что кто-то будет хотеть много, кто-то будет хотеть еще больше. И они не сразу найдут ту золотую середину, которую устроят всех. Поэтому переговоры с лидером Северной Кореи скорее всего затянутся не так-то легко и быстро они пройдут. Но в итоге все эти долги, которые будет возвращать Северная Корея, я так понимаю, что она будет возвращать их оружием? Ну да, естественно, видимо оружие давали, оружие мы будем возвращать. опять-таки в Северной Корее много рабского труда, то есть там люди рабы и там тоже никто не жалеет людей, поэтому там работа, как сказать, эти заводы, которые производят оружие, они там могут в принципе работать вообще без остановки. Поэтому какой-то огромный заказ они выполнить могут. Но в принципе на Москву и попадает, что у Москвы не будет недостатка в оружии. Но несмотря на это изобилие оружия, она многих вещей сделать не сможет в плане сохранить себя. Сохранить целостность, да, я понимаю. Сохранить целостность и невредимость, то есть это оружие не поможет ей избежать всех этих неприятностей, которые я причислила. даже при наличии такого оружия все равно какая-то сила разорвет, я так понимаю, что эту страну на разной части. Скажите, есть ли еще какая-то ценная информация, чтобы я не перебил, возможно, подошел к итогу? Что же, на этот раз все. Если у людей остались вопросы, пожалуйста, пишите комментарии. Мне, во-первых, очень интересна обратная связь. Напишите вообще, что там у вас в Москве происходит, как вам дышится, как вам живется, ваши мысли по всему рассказанному, кто находится в тюрьмах, или, может, у вас кто-то находится в тюрьмах, что вы можете об этом сказать. В общем, будем наблюдать, что из этого расклада исполнится. Мария, искренне благодарю вас, это колоссальная работа, такое большое количество информации, как всегда. Я даже не знаю, что прокомментировать, да и, наверное, накомментировать не буду, потому что это как большое количество разных сценариев, сценариев в разнообразнейших жанрах, потому что, ну вот, вы рассказывали о метро и газе в метро, который может якобы случайно там появиться, ну, зная российскую власть и ее методы, такие вещи могут не произойти случайным, ну и крему или колючей проволокой, ну вот, искренне, правда, интуитивно, мне кажется, что это тоже произойдет в ближайшее время, потому что все чаще и чаще появляются даже те же новости с атакой дронами Москвы-Сити. Спасибо вам большое, спасибо за расклад, будем наблюдать, остается только, нам остается сейчас только наблюдать, ну и если какая-то, какой-то маленький процент этих раскладов не сбудется или сбудется не в такой форме, возможно, те события, которые произойдут, их просто видоизменят, а потом, главное, чтобы это все закончилось миром и победой в этой войне, победой Украины. Спасибо вам большое, Мария, благодарю. Спасибо и вам, и вы знаете, что я предлагаю, давайте вернемся к этому раскладу через год и проанализируем его, что из него сбылось. Далее, скоро будет годовщина моего первого расклада, вот, где я это все рассказывала, про то, что произойдет на фронте, что Путин исчезнет и так далее. И я думаю, что в ноябре месяце мы еще раз освежим, посмотрим тот расклад и опять-таки сделаем анализ того, что все-таки сбылось и где точно можно поставить галочку. Прекрасная идея. Да, давайте запланируем это, дорогие друзья, в октябре обязательно сделаем такой эфир, в котором пройдемся по раскладу Марии годичной давности и посмотрим, что сбылось, а что нет. Благодарю вас, дорогие зрители, за то, что были с нами. Пожалуйста, в комментариях будьте активны, если нас смотрят в Москве, в России, расскажите, поделитесь с Марией тем, что она просила по поводу воздуха, по поводу атмосферы, в принципе, и те, кто был на Красной площади. Я был в очень-очень далеком юном, в юности, возможно, тогда это так еще не ощущалось, не воспринималось, не могу сказать, что что-то такое испытывал, но те люди, которые были там относительно недавно, точно смогут что-то рассказать. На этом пока что все. С нами была практика Оракула Шри Матрика Мария Ланг. Подписывайтесь на все ее соцсети, заходите на сайт, мы оставим полезные ссылки. У Марии постоянно происходят ретриты, ретриты в Индию, там, где... И, в общем, само понятие Оракула Шри Матрика Мария тоже вам сможет рассказать, кто интересуется, загляните в комментарии, там будут полезные новинки под видео. Благодарю вас всех, все будет хорошо, будем надеяться на лучшее Украинского параможа, до встречи в следующих видео, берегите себя, Мария, вы тоже берегите себя, до встречи. До встречи. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова